Ежедневно в нашем городе проходит множество концертов, спектаклей, перформансов, открываются выставки и многое другое. Как не заблудиться во всем этом и узнать много интересного? Как быть в курсе и одним из первых заглянуть за кулисы, оказавшись в гуще событий? Присоединяйтесь к Веренее Белоусовой, которая расскажет вам обо всем, что происходит в культурной жизни нашего города. С каждым годом в Уфе проходит все больше культурных событий. Особенно в этом сезоне уфимцам было представлено большое количество интересных и необычных выставок. О них и пойдет речь в этом выпуске передачи Камертон. В апреле Центр современного искусства «Облака» запустил первую мультимедийную выставку под названием «Симбиоз». Кто бы мог подумать, что пчелы не только делают мед, но также могут быть героями картин и самими художниками. Все эти возможности пчел отражала мультимедийная выставка «Симбиоз». Скульптуры из воска, графические работы, ну и, конечно же, запах меда. В экспозиции были представлены работы художников из Великобритании, Канады и США. Все они не просто были посвящены пчелам, но также и напрямую были дорисованы насекомыми. Помимо этого, посетителей выставки «Симбиоз» ждал документальный фильм, посвященный Аби-Арту. Одной из героинь документального фильма стала Сара Маппелли. Сара Маппелли, называя себя «королевой пчел», использует их для терапевтических целей. На протяжении 25 лет, задолго до того, как ей пришла в голову эта идея, Сара работала с людьми, имеющими самые разные заболевания – от переломов до проблем с сердцем. При помощи энергии, медитации и других инструментов нетрадиционной медицины женщина помогала справиться с болью и восстанавливаться после операций. Несколько лет назад помощь в этом стали оказывать пчелы. Со слов самой Сары, люди, собираясь для решения какой-либо задачи, вместе способны сделать больше, чем каждый человек поодиночке. Также точно и рой пчел генерирует энергию, которую можно направить в нужное русло, в частности, на лечение болезней. Мы считаем, что человечество обладает самыми совершенными способами коммуникации. Язык и бисимость присущи только нам. Но слышали друг друга. В пчелином семействе языком общения является танец. Уложников вдохновляет и красота пчелиной архитектуры, и их мирное соседство с другими формами жизни. Мультимедийная выставка «Симбиоз» была пробной для Центра современного искусства «Облака». После нее они запустили следующий проект, посвященный творчеству Айвазовского. Это как бы не вторая часть «Симбиоза». Это продолжение жизни мультимедийной галереи, которую, как оказалось, мы вторые в России после Лью-Мейер-Холла сотворили. Мультимедийная галерея – это новая проекционная выставка, которая на 360 градусов дает изображение, дает объемный звук, и в современном решении для современного человека рассказывает по-новому об искусстве, с элементом максимального погружения. Вы садитесь в темном зале на мягкий пуфик, и на 40 минут забываете обо всем, потому что перед вашими глазами, а именно сейчас идет выставка «Айвазовские ожившие полотна» «Алю-Мейер-Холла», вы погружаетесь в историю жизни и картин Айвазовского. Это великолепный маринист. Мы знаем его красивые пейзажи морские, мы знаем его батальные сцены, какие он любил рисовать корабли, бриги, всевозможные военные. И это возможность 200 картин посмотреть разом, узнать больше о творчестве, о жизни Айвазовского. Представляете, когда вы смотрите картину, и вдруг как в 3D-эффекте на вас летит пушечное ядро. То есть эта выставка с дополненной реальностью. Мы взяли современные направления digital art, мы взяли современные цифровые технологии и соединили их с искусством классическим, и получили какое-то новое зрелище, которое делает искусство более интересным для современного человека, который уже привык к какому-то движению, к быстрой смене кадров, динамике. Чем интересна выставка, то, что это собрание тех картин, которые вживую в каком-либо музее вряд ли когда-либо соберутся. Там часть экспозиции, которая была в Третьяковке, часть из русского музея, часть как раз из дома, ну, дом-музея Айвазовского в Феодосии. Наверное, мы первые, кто производили вот такую полномасштабную фотосъемку в последние десятилетия. Вот, картины все в хронологическом порядке, то есть не просто они висят в галерее, а они разбиты по периодам жизни, то есть вы можете проследить эволюцию творчества художника, как он начинал, короткий экскурс, в общем-то, про Крым, про Феодосию, потом петербургские годы, потом период выдающихся работ, путешествия по Европе и уже закат творчества. Все это под музыку, с информационной подачей интересной, то есть вы лежите на пуфике, расслабляетесь, смотрите выставку. Это сделано в формате шоу. То есть не просто документальный фильм, он вас окружает, такое, скажем так, достаточно уникальная тематика, то есть совсем немного команд в мире делают такую работу. В Национальном музее Республики Баркартостан проходила выставка «Изысканное чаепитие. Мир антикварной посуды». Коллекционер из Саратова Виталий Уланов представил широкой публике уникальное собрание старинных предметов, использовавшихся для приготовления и подачи чая и кофе. По своей полноте и представительности выставка вполне сопоставима с коллекциями крупных музеев России. Ну здесь, наверное, где-то чуть больше трети. По количеству я, наверное, привез сюда, да, где-то от 150 до 200. Где-то вот так, ну, видите, витрины, помещения. Было бы больше, привезли больше бы. И лисия лапка, и каретные фонари, ну все. Ну народ любит вот именно тогда эклектику и все тут смешение стилей. Вот это именно так. Я один раз даже выставлял выставку, у меня были чайники и револьверы, и пистолеты разных эпох. Это было в Саратове, это было очень интересно. Это было, значит, оружие нераритет называлось, но стояли самоварчики, и народу это очень понравилось. Экспонаты изготовлены в Западной Европе и Америке в 18-20-х столетиях. Почти каждое изделие отмечено клеймом с именем мастера. Гендель из Оффенбаха. Будерс. Элкингтон и Мейсон. Меридан. Гохрам. Попал в руки первый самовар, вот, где первый, там второй. Потом это уже превращается в паранойю. Где второй, там третий. И вот таким образом. Стал немножко собирать чайники самовара, стал увлекаться, читать про кистяной фарфор. Тема очень интересная оказалась. Ну, а потом повезло на знакомство, на хороших людей. Встретил в Лондоне соотечественницу. И вот она меня, собственно говоря, пристрастила к этому коллекционеру. Помогла, научила. На рынок Портабелла ввела там антикварный рынок такой, если там где-то знала дилеров очень многих. И я поэтому очень как бы недорого начал свои первые вещи собирать. Потом все, все больше, 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 больше. А коллекцию первую я довольно быстро собрал. Два года где-то. Я основной костяк собрал. Просто тогда и как бы финансовые средства были такие. Это не дешевое удовольствие, но это очень увлекательно. Парокко, классицизм, эклектика, модерн. Все эти стили нашли отражение в представленных на выставке экспонатах. Самовары-амфоры, изысканные подносы с дарственными надписями. Чайники-драконы и чайники-львы. Кофеварки и бульетки, замысловатыми рисунками и сюжетами из жизни английской знати. Серебро, красная медь, британский металл, слоновья кость, янтарь, черное дерево служили основными материалами для изготовления настоящих произведений искусства, которые использовались в быту многих стран Европы. Прежде всего, в Великобритании. В 300 миллионов обошлось появление в Уфе исторического парка. Республика Башкортостан стала первой после столицы региона, где открыли мультимедийный проект «Россия. Моя история». В день открытия выставки желающих на нее попасть было так много, что приходилось стоять в огромных очередях. Ну, я думаю, как и все, отстояла в очереди, дождалась своего часа и зашла. Мне очень нравится. Ну, мы ждали открытия этого музея. То есть сегодня специально приехали для этого. Нам просто интересно был новый формат для Уфы, новый музей. На площади в 7 тысяч квадратных метров, при помощи 500 единиц мультимедийной аппаратуры, уфимцы и гости нашего города могли познакомиться с историей страны. Всего в выставке представлены 4 экспозиции. Рюриковичи, Романовы. Третья экспозиция 1914-1945. И последняя экспозиция. От победы в Великой Отечественной войне до 2017 года. Реформы в экономике вызывают масштабные забастовки. Введены талоны на продажу продуктов питания и товаров первой необходимости. Власть без помощи. Вообще интересно. То есть такого точно не было. Я думаю, будет интересно школьникам, студентам. В первую очередь. И может быть это и хорошо, потому что это их привлечет к каким-то фактам, к персоналиям. Историю действительно молодежь не знает, к сожалению. Можно все потрогать, пощупать. Так, сам управляешь. И вообще очень интересно. Вот впервые услышали, что первыми в космос полетели животные, не белка, а стрелка. То есть интересно для ознакомления. Здорово было увидеть, что у нас в Уфе есть такие информационные технологии новые появились. Мне просто хочется сказать, что формат вот этого, вот такой современный, для современных детей, для молодежи, да, вот, мне кажется, очень будет полезно. Это не книжки, которые, да, там, бумажки, а вот медиа, медиа, пространство, да, сегодня это все, да. Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана. Парк включает видеопроекции, рассказывающие об истории башкирского народа, 3D-конструкцию Уфимского Кремля, а также мультимедийную книгу о природных богатствах башкирского края. Эта выставка даст еще весомый вклад в нашу финскую действительность и, конечно же, в Уфу к нам потянутся наши соседи, у которых нет еще на сегодняшний день такого комплекса. Они будут приезжать, будут смотреть, будут радоваться вместе с нами, ну и заодно, конечно же, порадуются и за наш город. Нам надо глубже знать, нам надо глубже понимать свои истоки, свои традиции, нам надо чтить и ценить то, что сделали нашими предками, и сделали все для того, чтобы приумножить те славные традиции и достижения, которые были у России на всех ее исторических этапах. Я хочу отдельно поблагодарить Владимиру Тихона, потому что это его инициатива, это его труд, труд его, его коллег, и этот труд воплотился в то, что мы сегодня с вами сможем увидеть, оценить, и то, что многие годы будет служить нашим людям. Вместе с мультимедийной выставкой «Россия. Моя история» В ВДНХ уже во второй раз проходила выставка «Артуфа». Первая такая масштабная выставка была осуществлена в 2015 году. Форум «Артуфа» — это крупнейшее художественное пространство России, представляющее лучшие работы художников Башкирии, Поволжья и Урала, а также Москвы, Санкт-Петербурга и городов США, Канады и Израиля. «Артуфа» — это также культурное пространство для всех возрастов. Этим летом художники представили около двух тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства. Основная цель форума — отражение всех позитивных процессов и достижений культуры республики. Помимо выставки, посетителей форума ждала насыщенная программа из мастер-классов, творческих встреч, лекций и концертов. За проектом фотографа Николая Критского пользователи социальных сетей следили больше года. Свои работы он выставил в галерее «Мираз». Это была первая персональная выставка фотографа. 150 дней по 4 часа он ходил по улицам города и собирал материал. Героями его фотографий становились простые прохожие. Здесь изображены бомжи со стульями. Они привлекли мое внимание. Это мой сын, с которого все начиналось. Поставил колясочку, играл музыкант, сделал эвакадор. Весной прошлого года Николай Критский начал фотографировать прохожих на улицах города. Изначально у него не было идеи создавать проект. Но со временем фотографий накопилось столько, что они объединились в документальную и художественную галерею. За этим проектом уфимцы следили в течение целого года, потому что автор в социальных сетях выставлял свои работы. И мы видели реакцию, насколько это интересно. И мы подумали, что если мы привлечем эту аудиторию в пространство галереи, для того, чтобы как-то этот вид искусства представить более широко, и проект, чтобы он состоялся на выставочной площадке, мы подумали, что это будет интересно. Здесь нет ни одной постановочной фотографии. Это действительно тот самый счастливый случай, остановись мгновение. И это действительно большой труд. На самом деле, в первые месяцы, когда я фотографировал всех подряд, это происходило в Уфе, возникали всякие ситуации. То есть я изучал, как общество на меня реагирует в целом. Тогда еще создавались какие-то такие моменты напряженные. Но впоследствии как-то все выровнялось и перестало раздражать людей. Скажем так, может, они ко мне привыкли. Хобби, профессия и творчество. По такому пути шел Николай Критский. Он говорит, у улицы свои правила. Прохожие не ждут, что через мгновение попадут в кадр. Черно-белые фотографии графичны и обобщенно рассказывают о жизни улиц Уфы, Краснодара и Индии. Для фотографа этот проект стал исследованием общества. Интерес не угасает, скажем так, и хочется двигаться дальше, хочется ездить по другим городам, другим странам, изучать дальше общество. Возможно, в ближайшем будущем проект примет другой вид. Однако неизменным останется любой фотографа глядить за прохожими через объектив своей камеры. На этом передача Камертон подошла к концу. Смотрите новые выпуски каждую субботу в 20.00 на городском телеканале ЮТВ. Настройтесь на правильный тон, будьте в курсе культурных событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова